Ошибка какая, ребят Вы на соперника часто залезаете Вот туда на него лезете Ну это ж подарок Сейчас Махир под меня подвернулся, я полетел Вы упрощаете задачу Поэтому взять от ворота одно А вот потом второй момент Если вы научитесь это делать, ребят Тоже у вас результат сразу повысится Сразу повысится Вот когда мы вот так вот боремся, да, Махир Он может атаковать, я могу атаковать, понимаете, да Кто кого выиграть неизвестно Я ошибся, я проиграл сегодня Завтра он ошибся, он проиграл Вот у вас вот такая чехарда идет на соревнования Для того, чтобы соперника лишить возможности атаковать Что он отсюда может сделать? Одеть гол Он отсюда ни одной техники не может сделать А если он будет разгибаться Как раз на разгибе делается Подхватить Станьте в ту сторону все, ребят Так, туда сел Вот здесь сидишь Все, больше не стоять туда, понял? Понятно, поэтому вы взяли отворот Вот я уже на очереди Я беру отворот Можете обратить внимание Смотрите, что я сделал Я его согнул Вот, Махиру не нравится Вот он разгибается Пожалуйста, задняя подножка Разгибается Спина пошла, передняя пошла Да все, вся техника идет Если вы научитесь вот это вот делать Вот это вот делать Вот Гнуть соперника Все Это уже даже не 50% победы Это 90% победы Попробуйте во время борьбы Как-нибудь вот так вот делать Без осмотных Заметите, что соперник начинает психовать, слиться Драться там Потому что ему неудобно Он никак не может понять, что происходит Вот так вот не боритесь Вот, вот так Это не борьба Это пустота Вот Вот это борьба Вот я его все время Вот смотрите Вот я его все время буду Крутить Вот если вы это научитесь делать, ребят Путь на пьедестал У вас упростится Попробуйте поделать Именно согнуть соперника Ну пускай хотя бы просто согнуть Вот еще Одно Одно дополнение К захвата Ну-ну, вот-вот Сидите, двигайте, двигайте Двигайте за собой Вот и все Вот уже время Двигайте, двигайте Давай, давай, давай Давай, давай Давай, давай Итак, сейчас мы подойдем к Анатолию Бондаренко и узнаем у него, его впечатление о сегодняшнем занятии. Анатолий Бондаренко, я напомню вам, присутствует здесь. Сейчас это легенда советского самбо Дзюго, я так предполагаю, тоже пятикратный чемпион, то ли Советского Союза, то ли Европы. Ну, сейчас мы подойдем к Анатолию Бондаренко, он здесь, и спросим у него, что он думает о сегодняшнем мире. Анатолий Федорович, здравствуйте. Можно небольшое нам интервью с вами сделать по поводу сегодняшнего занятия? Я вот так камеру буду держать. Вы сегодня присутствуете на открытом занятии Владимира Николаевича Ильчининова. Да. Вот. Вас представили молодым ребятам, надеемся, что они все талантливы в своем роде. Вот. Как вам вообще сегодняшний день? Мне, во-первых, нравится тренер, который проводил до этого занятия, Махир. Потому что он внимательный, он не раздражается на отношениях, дети боятся, он показывает, они умеют как-то так, они слушают его, уважают, потому что он любит их и показывает приемы доходчивые, до всех. Если что-то не понимает, он ему еще раз, еще раз, этот тур надо иметь терпение, что и поэтому, наверное, в себе помимо борцовских, конечно, и однажды стараются тренинские способности. Дай бог, чтобы было так дальше. Ну, Ильчининов – это вообще известный тренер очень. Почему? Потому что он воспитал хорошего борца, призера Олимпийских, Бакиева. Это уже уровень, причем высокий уровень. Помимо того, что у него есть очень много хороших качеств. Чуть ли не до занудочек, именно хорошего. Именно каждый прием, он чуть ли не вылизывает и показывает досконально его, причем достоин уважения. У него две операции на ноги, на ногу, причем серьезные. И он показывает, почти под 70 лет он показывает приемы удивительно, правильно, и особенно захваты, как правильно умение падать. Потому что особенно в маленьком возрасте надо первое, что научиться умения падать, чтобы не было. И потом, в наше время, конечно, я помню, когда мы занимались, у нас был зал, но у нас даже душа не было. Мы ходили под умывальниками и самыми. А в каком возрасте вы пришли в первый раз? Вы знаете, я пришел в борьбу только в 11-12 лет. А вот как вы думаете, вот смотрите, вы пришли в 11-12 лет. Многие самбисты, дзюдоисты вашего времени, до той эпохи, тоже приходили в самбо, дзюдо, ну, в возрасте там за 12, ну, то есть за 12, кто-то в 18 лет даже приходил. Как вы думаете, сегодня не слишком ли вот такое, ну, форсирование возраста, так сказать, специализации идет? Многое меняется. Мое мнение, что надо было все-таки в один, чтобы человек сформировался, потому что знал, что он очень, на самом деле. Понял, что иногда приводится идея. Я думаю, что ребенок еще на самом деле не знает. Знал в углу, если ему это удалось, и попал на это. А до этого я занимался настольным теннисом. Я играл в волейбол, играл в футбол. В общем, многим видом, причем пришел я даже не на борьбу, а на самбо, а пришел на классическую, потом на вольную. Потом выяснилось, что я хочу заниматься самбо. То есть это мое такое видение, то есть процессы, я не хочу утверждать, что оно правильное. А вашим первым тренером кто был? Первый тренер был у меня такой, из Винницы, и при нем я был Аббати Леонардов, это Винничао из Винницы. Его уже нет в живых, но Царство Мунеобесное, это классный был тренер, и он нам преподавал именно так, как нужно было. То есть, во-первых, первонаперво уважение друг к другу, во-вторых, технику показывал, он сам был чемпионом Украины, показывал правильную технику. И вообще, ну, короче, этот тренер мне дал самое главное, я принял выполненную мастер спорта, и дальше моя жизнь пошла по-другому, потому что меня забрали в армию, я был Динамо, я в Динамо, но потом чуть ли не с автоматами пришли, забрали в армию, и с тех пор не с того, но первые, самые лучшие впечатления у меня остались. Скажите, как вам вообще сегодняшняя молодежь? Ну, вот вы смотрите на этих, на юных ребят, вот, есть ли большая разница, знаете, ну, некоторые говорят, типа, вот в наше время было так, а сегодня так. Вот вы ощущаете вот эту разницу? Ну, я вам скажу, какая разница. Разница в том, что в то время, в любой момент, если ты захотел заниматься, приходил, и все это было бесплатно, было больше. Теперь, даже если человек, может быть, в нем таланты есть, но у семьи нет возможности заплатить, и поэтому это глобально. И поэтому, если, допустим, ты, вот, человек богат, у тебя все есть, и сын не будет так, что-то добиться, у него не будет желания. А у человека, который, ну, материальные способности, у него есть возможность, по крайней мере, по тем временам, он пытался это делать, а сейчас, получается, не получается. Ну, все-таки, вот, на ваш взгляд, вот сегодняшнее самбо, дзюдо, все-таки оно больше уже стало такое коммерциализированное, и на уровне спорта больших достижений тоже, да? Да, да. Потом еще много, немножко кастрировали, вот, там нельзя, например, за ноги бросать, там много изменений. Это вы имеете в виду дзюдо, да? Да, дзюдо. По самбо, по самбо у нас было сложнее выиграть. Сейчас Россия была, тогда было 16 республик. И у каждой республики свои какие-то нюансы, свои правила, кажется, было очень. И тогда союз выиграть было значительно сложнее. Еще надо было зону свою зону. Сейчас немножко попроще. Мне тяжело судить. Каждый кулик хвалит свое болото. Я в свое время хвалю это самое. Поэтому, какие-то новшества есть. Особенно в парке много-много проявляется. Ну, какую оценку вы дадите сегодняшним детям? Я где-то пятерку почти. Ну, не пять смены. Четыре с плюсом и пятерку. Ну, все, хорошо. Потому что, во-первых, условия прекрасные. Только желание. И мне очень понравилось, конечно. Потому что я сравниваю с нашим желанием. Мне было земля. Только надо иметь желание. И потом, опять-таки, если у тебя есть талант, то все равно я считаю, что предспроцессу это талант, а сейс-процессу это труда. Только через слово. Знаете, мы разговаривали с одним из известных тренеров и функционеров сегодня. Вы, наверное, слышали такого. Это Рудольф Бабаян. Бабаян? Да, из Армавира. Рудольф Михайлович, вот. Армавирская школа самбо-дзудо. Он сказал, ну, я как задал вопрос, я говорю, как вот чемпион? Что нужно для чемпиона? Он как-то сказал такое, что, ну, бриллиант не получается из стеклышка. Все-таки нужен алмаз. Согласен, но опять-таки, если хочешь что-то добиться, опять трудиться надо много. Потому что очень много на запасной скамейке. Большая особенно в некоторых местах. Если равные, то больше трудятся. Хотя иногда все это все равно, как балансерно переведает. Тут трудно судить, но я считаю, вот я так считаю. Ну, и такой последний вопрос. Ваш успех в спорте, это генетическое или все-таки это большое трудолюбие? Нет, наверное, это и то и другое. Потому что я, когда еще у меня отец был военнослужащим, мы по разным странам, а за Кавказию ездили. И вот тогда мне нравилась борьба. Хотя мне было тогда, ну, 6-7-8 лет мне же, но борьба не нравилась. Хотя я пришел, походился в 12 лет. Наверное, это и другое. Генетически это. Ну, не знаю, что-то трудно сказать, что да или нет. Ну, может быть. Хотя у меня в семье до этого никто особо не занимался. Нет, наверное, все-таки. Ну, хорошо. Заключительный вопрос сегодняшнего небольшого с Вами интервью. Что бы Вы пожелали сегодняшним и будущим самбистам и дзюдоистам всего мира? Ну, что, у каждого своя мечта добиться определенных успехов. Дай то, чтобы она свершилась. Я помогу пахать, пахать, и пахать, и чтобы огонь в глазах был. Тогда все это сделано. Спасибо большое, Анатолий Бондаренко. Немножко сумбурное интервью. Нет, ну, а что? Нормальное самбистское-дзюдоистское интервью на ковре. Не каждый день с Вами приходится встретиться. Вот. Поэтому спасибо большое. И Вам всего самого лучшего. Всех благ. На ковер. Вот эти юные таланты, которые тренируются, изучают искусство дзюдо под руководством Махира Касанова. И сегодня открытый урок Владимира Ильичинирова.